Оренбургский слэдж-хоккейный клуб «Ястребы» готовится к чемпионату России. Вместе с этим команда ждет новых начинающих игроков. Подробности у Владимира Попова. Скидка. Скидочка. Выкатываешься на пятак передачи. На льду «Ястребы». А это значит, сейчас будет жарко. Ребята готовятся к чемпионату России. На предсезонку вышли еще в июле. Это четвертые сборы. После них первый этап в Ижевске. Потом три недели дома и в Ханты-Мансийск. Но не все так просто. По новому регламенту заявиться на чемпионат России могут 17 игроков. И здесь у оренбургских «Ястребов» явные проблемы. Хоккеистов у нас 11. Это связано с текучкой. Много ребят уезжают в другие регионы из-за более выгодных условий. В регионах, развивающих слэдж-хоккей, оренбургцы на расхват. Что говорить, сразу четверо воспитанников «Ястребов» сегодня игроки сборной страны. Но факт остается фактом. Недостаток финансирования и, как следствие, нехватка игроков в самой кузнице кадров серьезно мешают успеху. Но трудности, которые постоянно выпадают на долю «Ястребов», ни в коем случае не сломили их боевой дух. Парни горят игрой, поклоняются спорту и сдаваться не собираются. Всей командой ждут новичков. Сегодня слэдж-хоккеем активно интересуются участники СВО, получившие ранения. «Приходят ребята из зоны СВО, которые сидят дома, замыкаются в себе. Нам бы хотелось, чтобы они все-таки попробовали к нам прийти. Мы постараемся помочь как в психологическом плане, так и в реабилитации через спорт». Кстати, сегодня за «Ястребов» играет уроженец Донецкой области Михаил Кувшинов. На борьбу с укронацистами он встал еще в 2014-м. Воевал в народном ополчении. Вскоре получил серьезное ранение. Пуля пробила бедро. Врачам пришлось ампутировать ногу. Переехал в Оренбург. Посвятил себя слэдж-хоккею. «Все нравится, все здорово. Когда двигаешься, да, жизнь лишь в движениях. Тем более тут как бы клуб профессиональный, тут и зарплата, и все, и бассейн, и тренажерный зал, то есть, ну и лед, и поездки, командировки». На тренировку к «Ястребам» пришел директор волейбольного клуба Оренбуржье Виталий Бухвалов. С подарками от команды «Нефтяник», новыми мячами российского производства, на которые официально перешел отечественный волейбол. «Знаем, что вам в тренировочном процессе они тоже нужны и необходимы. И по-братски дарим вашему клубу два этих новых красивых». В этот день на тренировке не было лишь одного игрока «Ястребов». Он отпросился по уважительной причине. Слэдж-хоккеист Евгений Филимонов был занят в ЗАГСе, где сочетался браком со своей возлюбленной. Владимир Попов, Дмитрий Пустынников, Вести Оренбуржья. Дмитрий Пустынников, Вести Оренбуржья.